Всем привет! Сегодня делаем самый вкусный, самый экологически чистый йогурт в мире. Такой йогурт мы делали всегда в детстве, когда приезжали на каникулы к бабушке. Но в то время это йогуртом мы не называли. Но и по сей день я с нетерпением жду начала лета, чтобы приготовить для себя вот такую вот незаменимую вкусняшку. Сегодняшний рецепт пропорций в граммах или штуках не имеет, потому как все нужно делать по своему усмотрению и брать столько, сколько вы сможете скушать. Ну что ж, давайте мы сейчас по-быстрому сделаем вот такую вот вкусняшку. Для начала нам нужно взять клубнику. Желательно, чтобы эта клубника была с вашей грядки. Помыть ее от грязи после того, как собрали на грядке. И вот так вот просто, просто руками нам нужно ее размять. Здесь не нужно заморачиваться, чтобы все хорошо переменялось. Если у вас останутся кусочки поменьше, кусочки побольше, это даже придаст свой неповторимый вкус. Ну вот как-то так у меня получилось размять клубнику. И обязательно после того, как вы размяли клубнику, нужно пооблизывать пальцы. Почему? Да потому что в комментариях обязательно кто-то про это напишет. Ну а затем нужно взять сахар и добавить сахар по вашему усмотрению. Если вы любите более сладкое, добавляйте больше сахара. Если менее, тогда добавляйте меньше. И после сахара последний ингредиент, который нам нужно добавить, это домашняя сметана. Желательно, чтобы сметана была домашней, потому как магазинная вот эта порошковая, это совсем не тот вкус, ребят. Это проверено годами. Ну вот и все, все ингредиенты добавлены, все добавлено по собственному желанию, по собственному вкусу. И осталось только все хорошо перемешать. Нужно перемешать все до однородного состояния, чтобы растворился сахар и перемешалась сметана. И вот такой вот красивый, вкусный, самый-самый вкусный йогурт, который существует в мире, получается у нас в домашних условиях. Без добавления химии, без добавления красителей, без всякой ерунды, которую добавляют сейчас производители. Но почему-то нынешнее поколение детей вот такую штуку не любит. Почему, я не знаю. Может быть вы знаете, тогда напишите в комментариях. Ну что ж, на этом все. Вот такой вот простой, самый экологически чистый йогурт у нас получается. Рекомендую сделать, попробовать хотя бы раз. И я уверен, что вы надолго останетесь поклонником вот такого вот красивого, вкусного, ароматного йогурта. Кому понравилось, обязательно нужно поставить лайк. Кому не понравилось, тоже ставьте лайк. Обязательно подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И всем пока. Всем до скорых встреч на канале Аппетитная Кухня. Аппетитная Кухня. Продолжение следует...